Алкоголь фу, сигареты фу. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Вот как звучит эта песня. Вернее, ее самая заедающая часть. Алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мою эстетику. В чем же, собственно, дело? Этот трек появился на волне популярности одного тикток-блогера, которого зовут Данил Степанов. Этот парень снимает очень много роликов в день. Обычно где-то около 10, у которых содержание весьма однообразное. Ты же по-любому слышал песню «Алкоголь фу, сигареты фу», парень, посмотри на мою эстетику, да? Она еще постоянно у тебя в рекомендациях. А ты знаешь, кто ее поет? Братан, это я. И ты обязан мне тем, что эта песня сейчас у тебя в рекомендациях и еще полгода минимум. Ты еще? Ходить на писки сейчас давно, братан, уже не модно. Берешь гантели по 15, вот это можно. Ты подходом назабив и последний надобив. И спустя два месяца мышцу уже видно. «Алкоголь фу, сигареты фу, парень, посмотри на мою эстетику». Брат, ты играешь целыми менями в Броу Старкс, а ты не думал что-то поменять в своей жизни, братан? Ты не думал начать играть не в Броу Старкс, а в Реалайф, братан, и по качеству реального персонажа. Во-первых, во-первых, начни вас сейчас с моей эстетикой, скачай Реалайф и вперед, бро, играй. Да, в своих видео Данил Степанов по большей части восхищается своей собственной эстетикой. Дело в том, что это довольно накачанный парень из Сыктывкары, который, как мы видим, очень упорно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни. Без алкоголя и сигарет. Есть только одно «но». Это его ЧСВ, которое и стало центром внимания миллионов людей в ТикТоке. Какая же стратегия у Даниила Степанова? Дело в том, что он снимает по несколько видео в день, бывает, что по несколько десятков. Например, за последние сутки он выложил 30 ТикТоков. Только вдумайтесь, 30. Примерно вот такого содержания. Кем восхищается перла? Кем восхищаются девочки? Кем восхищаются олды? Кем восхищаются пацаны? Кем восхищаются настоящие мужики? Суть такого подхода понятна, ведь в ТикТоке действуют весьма несложные алгоритмы. Если ты выкладываешь в сутки очень много роликов, то какой-нибудь из них обязательно окажется в рекомендациях, где соберет сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. При этом неплохо было бы иметь при себе запоминающийся образ, чтобы подписавшиеся люди продолжали следить за тобой. Иногда это может быть и кринж образ, как у Данила Степанова. В своем треке, который сейчас активно форзится во всех возможных социальных сетях, Степанов читает про свою эстетику, имея в виду свое тело, которым мы все просто обязаны восхищаться. Остается только вопрос, насколько серьезен Данил Степанов в своих видео. Возможно ли, чтобы человек действительно имел такое самомнение? Думаем, ответ можно найти в самом треке. В его треке вообще очень много уделено тиктоку. Он говорит, что эта социальная сеть лучше телека, а сам он чувствует себя там, как дома. Это говорит о том, что Данил Степанов все прекрасно понимает и искусственно поддерживает свой образ, который позволяет ему удерживать миллионную аудиторию. Мы не хотим сказать, что перед камерой данный персонаж всегда играет, изображая из себя самолюбивого качка. Нет, мы думаем, что его образ отчасти совпадает с его настоящей личностью, но 24 на 7 таковым быть просто невозможно. Хотя, если посмотреть на то количество видео, которые он выкладывает в сеть, можно подумать, что большая часть времени тратится им именно на то, чтобы находиться в этом своем образе. Нужно отметить, что Данил Степанов зарабатывает свои кровные не на рекламе. Он продает программы тренировок, чтобы все вокруг смогли приблизиться к его эстетике. Вообще, футбол, если ты хочешь быть мегаэстетичным, то я продаю свои программы тренировок, пиши мне в инсту, и ты... Да-да, он вставил рекламу своих программ даже в трек, и при том повторил два раза. Это новый уровень промоушена своих услуг. Один раз он даже зарифмовал свою рекламу. Программу его тренировок можно найти не в инстаграме, а в специальном телеграмме, где он уже успел создать себе бота. За тысячу рублей вы, видимо, получаете неограниченный доступ к эстетике. Настоятельно не рекомендуем вам заниматься чем-то подобным без консультации врача. Поэтому не думайте, что мы рекламируем подобные услуги. Вы вспомнили здесь рекламу этих тренировок по той причине, что на ютубе уже появились ролики, где профессиональные спортсмены высказывают точку зрения, что на самом деле эстетика Данила Степанова липовая, ведь он добился ее при помощи фармакологии. Вот отрывок из видео с канала Серега Монтек. Берем его форму. Насколько же она шикарная или же нет? Посмотрел на этот вот, собственно говоря, скрин, можно понять, что форма, ну, ну, такое себе. Хорошо, снята против света. Залетаем в инстаграм, собственно говоря, где мы понимаем, что, скорее всего, чувак еще накачался и не в натураху. И для этого у меня есть два факта. Как бы мне плевать, конечно, но все же я вам расскажу об этом. Во-первых, у него, как бы вы видите, друг, который выглядит просто как шар, которого надули насосом, у которого растяжки вот такие вот просто везде. Это говорит о том, что у него был очень быстрый прогресс, и кожа, она не успевала растягиваться. То есть, ну, как бы, чувак, видно, что, ну, 100% на метание. Даже я это... Правда, в треке Данила Степанова есть ответ всем этим завистникам. Снимаюсь на эстетике, взлетаю, как ракета. Хейтеры, пусть хейтеры, сейчас каждый знает это. Тут еще и отсылка на другой тикток-хит. Что ж, неплохое знание материала. В общем, нам не так интересно, насколько самостоятельно Данил обрел свою эстетику. Потому что в итоге в его пропаганде здорового образа жизни без сигареты и алкоголя ничего плохого нет. В конце концов, он же не заставляет никого обкалываться стероидами. Всего лишь призывает взять гантели по 15. Кстати, по его инсте можно отследить, как поменялся Данил. Вот таким он был еще в 2019 году. И вот таким он стал сегодня. Но давайте на секундочку вернемся к треку. Может показаться со стороны, что в рэп-игре Данил новичок, ведь текст звучит довольно наивно и не очень технично. Сегодня многие тикток-звезды уходят в рэп, дабы приумножить свою популярность. И это нормально. Но оказалось, все не так очевидно. Зайдя в паблик Данила Степанова в ВК, на который сегодня подписано меньше тысячи человек, мы увидели, что до популярности он даже выпустил альбом. И вот как звучали треки оттуда. Сами видите, эксперименты в хип-хопе Данил Степанов начал проворачивать уже давно. И наконец у него все получилось с треком эстетика. Он, похоже, не собирается останавливаться. Ведь у него в инстаграме, кажется, вышел новый сниппет свежего трека. Если подводить итог, то нужно сказать, что Данил Степанов, как бы ни было обидно, скорее всего, очередной фрик. Ну или, по крайней мере, он стремится к этому. Ведь весь его образ завязан на огромной любви к себе. Мы рады, что в своей погоне за хайпом он хотя бы пропагандирует правильные вещи. Ведь алкоголь и сигареты действительно фу. А как вам Данил Степанов и его трек эстетика? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok